Эта операционная практически никогда не пустует, а теперь хирургических вмешательств здесь будут проводить еще больше. И врачам и пациентам стало комфортнее. Многомиллионные вложения позволили заменить старое оборудование, прежде всего освещение. Плюсы очевидны. Лампа называлась «Бестеневая», но она давала очень большую тень. Вот так ладонь положишь, не видно операционное поле. А вот эта лампа, в отличие от той, она чем отличается? Можно голову прямо наклонить, руками работать, тень нет, везде свет. Заменили и механический операционный стол. Новый работает с пульта управления. Поднимается и опускается в зависимости от того, под каким углом хирургу удобнее работать. Контролировать движение стола может даже санитарка. Благодаря нововведениям число операций, по словам Юрия Тена, можно увеличить на 20%, ведь время их проведения сокращается. Скажем, опухоль средостей, там же и сердце легкое мешает, да? Вот эти операции проходили, допустим, 2-3 часа. В настоящее время даже этот стол способствует, чтобы время операции уменьшилось, ну, скажем, полтора раза, это точно. Следить за ходом операции теперь можно большему числу людей. Новый монитор позволяет наблюдать за процессом, в том числе и студентам. Вы общаетесь же с коллегами из других регионов, я так понимаю, тоже посредством этого экрана? Да, потому что то, что телемедицина, она как бы у нас давно уже внедрена, и вот эти вот не только телефонные разговоры телемедицины, а те, которые еще в видеоконференции, которые мы можем проводить, обсуждать больных, тяжелые ситуации, советоваться с коллегами из федеральных центров. Кстати, в переоборудованной операционной уже удалось провести вторую по счету сложную операцию пятимесячному малышу с врожденной патологией желудочно-кишечного тракта. Дополнительной подсветки, как во время первой, не потребовалось, да и прошла она значительно быстрее. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком.